Привет всем. Не закрываются двери? Нет? Хорошо. Слышно меня, ребят? Всем привет. Спасибо. Сейчас я закрываю двери, чтобы я тоже себя слышала. Привет, девушки. Меня зовут Екатерина. Я из Днепра, из Украины. Я очень рада, на самом деле, приветствовать вас здесь. Мне кажется, это первый доклад мой, на котором столько людей. Так вот, я из Днепра. У меня около семи лет опыта в тестировании в Киэй. Почти полгода назад я перешла в компанию VIX. Это достаточно известная компания, мне кажется, на мировом рынке. Если кто не слышал, я расскажу пару слов об этом позже. Работаю я в Киэй Гилд Корр Менеджмент Тим в компании VIX. Это команда не инженерная, команда маленькая, всего лишь шесть человек там. Мы занимаемся вопросами построения стратегии тестирования в компании, обучения инженеров, создания, формирования гильдии и так далее. Если говорить о VIX как о продукте, то это премиум сервис, бесплатная платформа, позволяющая создавать вам веб-сайты простым драг-н-дропом, набрасыванием элементов на страницу, быстро, просто, без знаний технических, бесплатно, что немаловажно. Конечно, с возможностью покупки премиум дополнительных сервисов, услуг, за которыми на самом деле люди приходят с удовольствием и на которых мы, к счастью, зарабатываем деньги. Если говорить о VIX в цифрах, то вот здесь вы видите, что у нас около 150 уже больше миллионов пользователей на сегодняшний день. Каждый день происходит 2 миллиона регистраций новых сайнапов на VIX.com, создаются новые аккаунты. Как красиво все съехало. Две с половиной тысячи сотрудников, больше уже немножечко, которые распределены в трех странах, в семи локациях, офисы в семи локациях. Функционально наша компания состоит из 20 с лишним мини-стартапов. Это независимые компании, которые работают атомарно, пересекаются, конечно же, в рамках продукта, но при этом у каждой компании. Свой бюджет, свои ресурсы, свой продукт менеджмент, свой бэклог, процесс совершенно другой, может быть, не отличающийся. Тем не менее, все QA работают в одном режиме, в одном стиле, назовем это так. И вот о нем мы сегодня и поговорим. Но, как видите, эти цифры маленькие. Есть две больших. Они, к счастью, не наехали ни на кого, ни на друг друга. 200 — это количество АБ-тестов, которые проводит наша компания ежедневно. И полторы тысячи тестов, АБ-тестов наша компания проводит каждый месяц. И 8 минут. Спрошу вас, как вы думаете, что это? 8 минут. Это самый популярный ответ. Я второй раз делаю эту презентацию, и вот просто все говорят, нет, это не прогон тестов. Ой, ну как-то нет. К счастью, нет. Ну, почти. В общем, 8 минут — это частота релизов нашего продакшена. Каждые 8 минут, если заходить на сайт wix.com, это новый environment, новый production после релиза каких-то фичей, после апдейта артефактов, после изменений каких-то в дата-центрах. В общем, каждые 8 минут environment изменяется. Как же выжить, собственно, в таком темпе? Есть три основных пункта, на которые вам стоит обратить внимание, чтобы вот в таком темпе выживать. И мы выстраиваем правильный процесс. Мы уже давненечко определились с подходом, исследуем ему. А также мы пытаемся поддерживать правильное, позитивное отношение людей к тому, что они делают, потому что люди на самом деле — это самое важное и ключевое, ни для кого не секрет. Мы тестируем в продакшен. Я не знаю, может кто-то поаплодировать сейчас, если он тратит на настройку тестового environment больше, например, часа в день. Такое немного людей. Ну, спасибо, мне было приятно просто, чтобы похлопали. Мы тестируем в продакшен не просто так. Мы тестируем в продакшен, потому что мы можем себе это позволить, и мы можем это организовать, и мы знаем ряд достоинств, конечно же, и рисков, которые мы осознаем, связанных с этим подходом. Среди достоинств — это, естественно, реальный environment. Только прод — это прод, только продакшен — это место, где хранятся ваши пользовательские данные, реальные пользователи, реальные мощности ваших серверов, реальные интерфейсы передачи и скорости реальные. Конечно же, сокращение времени на подготовку такого environment, но об этом еще чуть позже. Работать в таком режиме невозможно не подготовившись. Существуют техники, диплои, техники тестирования в этом режиме. Среди них, назову, наверное, несколько, надеюсь, вы слышали о таких. Если нет, почитайте. Например, green-blue environment, все время ошибаюсь в этих двух словах, green-blue environment, когда существует два продакшена, грубо говоря, каждый из которых, один из которых активен в определенное время, и переключение происходит в случае выхода из строя одного из них. Canary deployment — это когда функционал диплоится градуально на количество пользователей, увеличиваемое постепенно. АБ — тестирование как техника и тестирование, и частично диплоя, принятие решения по диплою. Мониторинг на всех уровнях, синтетический и в связке с реальным мониторингом пользователей, и поведение системы, автоматизация тестов уровня инфраструктуры и тестов визуальных, как очень организация самого, насколько возможно, быстрого цикла обратной связи. Меня просили использовать как можно меньше английских терминов, поэтому, когда я подвисаю, не значит, что я как бы засыпаю, просто я пытаюсь перевести. Итак, мы тестируем в продакшн. Это непросто, но быстрый цикл фидбэка, наверное, это самое важное. То, что необходимо для нас, и то, к чему мы стремимся. Когда я говорю эксперименты, наверное, кто-то вспоминает какие-то уроки химии, когда вы добавляли раствор в другой раствор, и что-то взрывалось или нет. Конечно, эксперименты не сразу, наверное, звучит очень про IT. Тем не менее, это наш случай. Эксперимент — это внесение изменений в систему и сбор результатов о том, какие последствия или положительный фидбэк принесли эти изменения в вашу систему. Так вот, наш процесс экспериментирования построен на так называемом фичи-тоггл-девелопменте или data-driven-девелопменте. Не буду переводить это, я надеюсь, всем понятно. Тем не менее, вкратце, в двух словах, что такое фичи-тоггл-девелопмент. Представьте себе, что каждый кусок кода, новую функциональность, которую реализовывает разработчик, он заключает в блок IF, в условный блок, помеченный специальным каким-то мета-тегом, атрибутом, который называется спецификацией. В нашем случае спецификацией эксперимента. Так вот, фичи-тоггл-девелопмент — это то, что следует применять и что следует закладывать на уровне разработки кода для того, чтобы эксперименты в вашей системе заработали, чтобы вы могли получать быстрый фидбэк с продакшена. Экспериментировать с кодом классно, но экспериментов много. Как вы видели, у нас там полторы тысячи в месяц. Каждый день открыто 200 экспериментов. И включая-выключая определенные эксперименты, мы управляем состоянием продакшена для пользователей, для друг друга, для себя, для команд. Делать это невозможно руками. Поэтому в нашей компании создан продукт, называемый Петри. Вот здесь QR-код на GitHub этого продукта, потому что это open source. Вы можете использовать его на своих проектах, в своих компаниях, если хотите. И как генепик — это подопытная свинка. Подопытная свинка справа — это такой приятненький UI, который создан для управления экспериментами, людьми не техническими. Потому что разработчики со своей стороны каждый кусок кода оборачивают в условный блок и таким образом создают возможность эксперимент включить или выключить. Люди, не вовлеченные в разработку, но люди, которые хотят функциональностью такой управлять, через вот этого милого зверька по спецификации эксперимента могут включить или выключить его на продакшене. На одном и том же продакшене, который используют все 20 плюс мини-стартапов, все вовлеченные пользователи и люди даже из вне компании, если они знают спецификацию. Мы проводим эксперименты, и вот сейчас заиграет песня. Вновь на весь экран. Так вот, закончилась песня, мы перешли на новый QR-код. Здесь ссылка. Кто-то пользуется Инстаграмом? Поднимите руки, пожалуйста. Кто-то пользуется Инстаграмом? Вот ссылка на Инстаграм. Буквально пять минут назад я выложила историю в своем профиле. Зайдите, пожалуйста, и проголосуйте. Представляю, что было все автоматически, без вмешательства рук и людей. Как часто вам приходится принимать решения? Не на работе, дома. Какого цвета выбрать рубашку, там, сиреневую или красную? Какую музыку включить себе в машину? Ну, как часто приходится фидбэк давать о таком? Решения, принимаемые для себя, это наша ответственность и то, как мы управляем своей жизнью. Решения, принимаемые за других людей, когда это product development, когда это решения о UI, о user experience, о user behavior experience. Такие решения принимать сложно, потому что они построены на предположениях очень часто. А давайте не будем сейчас просматривать мой Инстаграм. Так вот, я надеюсь, вы голосуете. Очень странно, что нет stories у меня есть. Серьезно, нету? Посмотрите пока Инстаграм. Так вот, давать фидбэк о своих решениях, просто когда ты решаешь для себя, достаточно просто. Решать за других? Настя, появилась stories? Ну, скажи мне, Настя. Да что ж ты будешь делать? Ну, как же? Это очень странно. Давайте две минуты на… Нет, нет. Минута на то, чтобы вы проголосовали. Появилась? Серьезно? Да. Супер. То, что сейчас происходит, это такой себе скомкавшийся уже немножечко АБ-тест, конечно же. Просто все очень быстро. Хочу смотреть, как вы голосуете, и буду называть никнеймы ваши из Инстаграма. И за то, кто за какой цвет проголосовал, вы будете ловить эту уточку. Хочу уточку, голосуй. А где Тая? Она очень сильно хотела уточку. Тая, ты проголосовала, скажи мне. Ладно, скажи, какой цвет просто. Фиолетовый? Deep purple. Ну, я надеюсь, вы поняли, да, что Deep purple, потому что purple. И Red Hot, потому что Red Hot Chili Peppers, потому что Red Hot. Предположим, что ты проголосовала. В общем, я, если что, в конце подведу итоги, потому что затянулось немножечко. Но наш цикл получения быстрого фидбэка от пользователей основан именно на подобного рода экспериментах. Конечно, не про Инстаграм, хотя иногда и об этом. Иногда про цвет, иногда про музыку, иногда про расположение элементов на странице. Вот такого образа фидбэк, получаемый от пользователей, он помогает предположительно правильно выстраивать свой продукт. Не делать лишнее, не делать неудобное, не делать слишком сложное, слишком комплексное. Мы выстраиваем эксперименты на людях, как вот сейчас. Спасибо вам огромное, те, кто поучаствует. Эксперименты на людях почему? Потому что продукт для людей. Эксперименты на людях почему еще? Потому что мы можем управлять категориями людей. И это основное в этом подходе, на каких этот эксперимент будет выкачан, скажем так. Когда планируется тот или иной АБ-тест или мультивариантный тест, если вариантов более чем два, следует определиться с аудиторией людей, на которых вы хотите этот эксперимент проводить. Чтобы вкратце, мы используем аудитории, разделенные по принципу географического расположения. Например, мы хотим протестировать сиреневые или красные уточки только на американских пользователей, вот потому что это важно. Или мы хотим выключить эксперимент в Израиле. Компания, кстати, VIX израильская. Потому что мы не хотим собирать от них этот фидбэк. Мы и так знаем, что на иврите в другом расположении UI эта фича не зайдет. Вот нужно поменять иначе. Это также могут быть более технические группы пользователей. Например, только сотрудники компаний. И вот это то, что вовлечено в тестирование непосредственно. Потому что АБ или мультивариантное тестирование, это не совсем про обеспечение качества. Это скорее про изучение вашей аудитории. Это скорее о том, как выстраивать стратегию продукта, как правильно пополнять бэклог, где его урезать и где расширять. А вот тестирование на использование экспериментов только для ваших сотрудников или только для сотрудников другого офиса, вот это именно как раз про управление качеством. О том, что один и тот же продакшн при включении одного эксперимента и при выключении другого или при перекрестном включении экспериментов может быть совершенно разным продакшеном для девушек, сидящих в первом ряду и для молодых людей, сидящих в заднем. Потому что Анастасия, например, включила эксперимент А. Не знаю, как зовут, конечно, молодого человека. Но вот он включил эксперимент Б. Соответственно, у него кнопка красная, а у Насти фиолетовая. Вот в этом основная ценность экспериментирования на людях и ценность АБ-тестов в том числе, потому что эксперименты — это более широкая категория, когда мы вносим изменения, как я говорила, в систему и каким-то образом пытаемся отследить результаты. АБ-тесты предполагают сбор и обработку результатов конкретно от пользователей и мониторинг того, как пользователи принимают эксперименты, каким образом он влияет, собственно, на их жизнь и на их качество пользования продуктом. Расскажу историю АБ-теста, одного из АБ-тестов, который проводился в нашей компании достаточно давно. Перед собой сейчас вы видите один из welcome скринов нашего продукта, Wix, Wix-платформы. Так вот, какое-то время назад в компании было принято решение вовлечь в аудиторию пользователей, да, вовлечь в аудиторию пользователей наименее технически подготовленных, тех, кто совершенно даже drag-and-dropом не может создать себе сайт, или кто не хочет вообще заморачиваться с UX, или сайт нужен очень быстро. Была создана система ADI, Artificial Digital Intelligence, называется. На самом деле все не так, прямо Artificial Intelligence, но, тем не менее, это возможность создать веб-сайт, ответив буквально на пару вопросов, кликнув кнопочку Next, быть перенаправленным на уже заготовленный сайт, который может быть опубликован и доступен онлайн для вас за считанные секунды буквально. Так вот, опция по созданию сайта с помощью ADI, как видите, она сейчас слева, она была добавлена в несколько, проходя несколько экспериментов. Это была ссылка, это был поп-ап при прихождении пользователей на сайт. Это была вот такая разделенная welcome page, позволяющая выбрать ту или иную опцию. Вот этот вариант победил. Как вы видите, он до сих пор существует. Но интересный нюанс вообще, почему я рассказываю эту историю про ABTest, потому что во время ABTestирования огромным достоинством является то, что вы можете наблюдать за другими показателями взаимодействия пользователей с системой. То, о чем вы на самом деле, возможно, и не думали даже, но когда эксперимент по конкретно разделению экрана на две вертикальные части был активен, и вариантом A было расположение вот ADI слева, вариантом B было расположение ADI справа, почему-то каким-то очень необъяснимым образом именно вот этот вариант слева принес прирост в ретеншине, прирост в покупке премиум планов на 20% компании. Необъяснимо, но факт. Так вот, это история к тому, что при проведении экспериментов, при проведении ABTestов нужно помнить, что к этому нужно готовиться. Нужно готовиться, во-первых, продумывая хорошо эксперимент. То, что вкладывается в ABTestирование, должно быть очень значительным в плане функциональности, то есть что-то, что бросается в глаза, что-то, что действительно вовлекается часто. Также есть необходимость подготовить sample size аудитории, например, определиться с количеством людей вовлеченных, когда стоит уже принимать решение о готовности вашего продукта, зарелизить тот или иной вариант. Следует также помнить о том, что проводить эксперимент как бы хорошо, но для чего мы это делаем? Для того, чтобы мониторить определенные показатели KPI продукта, будь то клики на кнопку, будь то успешно завершенные транзакции, будь то успешно опубликованные сайты или время провождения пользователей, нахождения на Wix.com и так далее. То есть подготовиться к этому нужно основательно. Это невозможно делать, конечно, тестировщикам только. В этом участвуют тестировщики, но у нас есть целая команда технически подготовленных прокачанных аналитиков, которые делают математические просчеты, которые отвечают за выделение KPI нужных, которые работают с продакт-менеджерами для этого. Так вот, делать AB-тесты нужно важно, очень круто. Тем не менее, нужно не забывать, что это всего лишь предположение. Это урезанное показание, и даже если какой-то вариант побеждает, не значит, что на 100% пользователей, когда вы откроете эту функциональность, поведение будет однозначно таким же. То есть в любом случае это только гипотеза. Следующий пункт, о котором мы с вами поговорим, это автоматизация. Конечно, если мы уж автоматизируем процесс управления нашей функциональности на продакшене, то мы очень сильно вовлекаемся в автоматизацию на всех уровнях. Есть такое утверждение, и оно достаточно популярно в Европе, в Америке, что без автоматизации очень плохо. И это в основном, конечно, про автоматизацию функциональную, автоматизацию end-to-end тестов или тестов любого другого уровня. Мы же автоматизируем, начиная с, конечно, continuous integration, continuous deployment. Как я говорила, есть система автоматического роллбэка. Если эксперимент, фичи-тоггл, еще не AB-тест, а кусочек функционала, который заливается в мастер, именно так мы работаем, commit to master. И весь код всегда доступен в мастере, чтобы каждый человек мог включать-выключать те или иные эксперименты. Так вот, чтобы автоматический роллбэк происходил уже на продакшене, существуют сервера testbed, так называемые сервера, на которые новый код деплоится, прогоняются очень короткие скоупы тестов всех уровней, которые дают быстрый фидбэк и автоматически откатывают что-то, что пошло не так. Есть автоматизация на уровне мониторинга, конечно же. О ней мы поговорим чуть-чуть позже. Есть автоматизация на уровне проведения тестов и экспериментов. Есть автоматизация на уровне мониторинга. И давайте я продолжу. Лишний раз сказал об этом. Так вот он, мониторинг. Мониторинг, не знаю, работаете вы или нет, отличаете вы и знаете разницу между синтетическим и реальным мониторингом. Но это то, без чего наш продакшен жить не может и, наверное, не стоит этого делать. Мониторить нашу систему мы начали, естественно, с самого начала, но сейчас это разделено на две функциональные группы. Первое, что происходит в плане мониторинга, это наблюдение за поведением пользователей, наблюдение за проводимыми АБ-тестами, наблюдение за сценариями тестовыми, которые происходят, прогоняются, например, автоматические тесты. Это позволяет лимитировать количество тестирования проводимого до релиза, сократить релиз луп и время его, и при этом отлавливать баги или инциденты или какие-то непредвиденные ранее неприятные ситуации в продакшене, уже наблюдая за реальным поведением системы. Так вот, с одной стороны, аналитики, продакт-менеджеры и QA-инженеры с помощью табло, с помощью вот подобного рода инструментов могут наблюдать за тем, каким образом происходят эксперименты. Здесь скриншоты, как вы видите, экспериментов, которые идут удачно. Зеленые показатели в самом правом столбце говорят о том, что этот эксперимент идет удачно, значит, вариант B побеждает, потому что вариант A — это обычно то, что сейчас мы имеем в системе без изменений. Так вот, наблюдать за продвижением пользователей, наблюдать за тем, насколько успешен вариант B или нет, это работа в основном аналитиков, но при этом эти срезы можно выстраивать по количеству ошибок, происходимых на продакшене. Так называемые бизнес-интеллидженс-ивенты — это один из пререквизитов мониторинга, который для нас является необходимым сейчас. При создании того или иного функционала разработчики закладывают отправку бизнес-интеллидженс-ивентов на наши сервера, которые дают нам знать и дают возможность выстраивать такие репорты при практически любом чихе пользователя в нашем продакшене. Это и успешное заполнение формы, и 500-я ошибка, которая вернулась с сервера внезапно, и абендонт форма покупки, например, если человек не смог завершить покупку. Эти все данные собираются. По каждому пользователю можно просмотреть репорт, анализировать, что происходит не так, почему в конкретном куске функционала происходят ошибки или почему затык у пользователей, может, там что-то нужно переделать в плане UI. Вторая часть мониторинга — это мониторинг жизнедеятельности системы, так как пользователи расположены по всему миру, дата-центры расположены во всех известных Google, простите, Cloud Provider и Google Cloud в том числе, Cloud Provider мира. Мониторинг подобного рода частично возложен на плечи дата-провайдеров и частично на плечи системных команд, которых очень много, которые следят за здоровьем серверов, за здоровьем скоростей. Спасибо. В общем, мониторинга много. Мониторингом может пользоваться каждый человек, работающий в компании, будь то аналитик, продакт-менеджер, разработчик, QA, или когда у вас произошел инцидент, и вам нужно узнать инцидент, я имею в виду какой-то на продакшене, и вам нужно подебажить, грубо говоря, сценарий тот или иной. Касательно того, как подбирать правильные команды, или каким образом считать вообще, получится ли разработать продукт того уровня качества, который вы хотите, есть такая система, TNP of Testability называется. На этой фотографии Angie Jones. Надеюсь, кто-то слышал о ней. Если нет, почитайте ее блог. Она очень интересно пишет об автоматизации. Так вот, она предлагает пользоваться системой TNP of Testability для того, чтобы понять, не обречен ли заведомо ваш проект, на котором вы стартуете или работаете сейчас, на, к сожалению, неуспешные результаты. Я назову 10 этих P, и давайте, наверное, 3 расскажу по вашему выбору потом, чтобы не тратить время. Итак, это люди, философия, продукт, процесс, проблема, проект, pipeline, продуктивность, production issue или инциденты в продакшене, и проактивность. Давайте, девушка, какой рассказать из этих? Проактивность, это значит, что если в команде нету хотя бы пары людей, которые заинтересованы в улучшении, в инновации, в оптимизации процессов, скорее всего, что-то пойдет не так, рано или поздно. Люди должны быть проактивны, и это обязанность HR-ов, обязанность тех, кто команду лидит, подбирать хотя бы парочку таких людей. Давайте, младочка, вы улыбаетесь, поэтому, наверное, вы. Все вот к молодому человеку на доклад. Не ходите туда. Вот молодой человек хотел, да. Диверситетные команды, команды, в которых есть люди с разным скиллсетом, с разным уровнем экспертизы, разного пола, разных специфик, QA и разработчики, люди с правильным скиллсетом, люди с правильным отношением к продукту. Вот это про людей. И давайте последний, кто-нибудь просто выкрикните. Проблема. Проблема — это то, что упускается во многих командах, когда 10 человек садится разрабатывать продукт. Очень редко все и каждый знают, какую же, собственно, бизнес-велью мы хотим принести в этот мир, а когда каждый из вовлеченных людей в разработку знает, какую проблему мы решаем или какой цели мы хотим достичь, локальные решения, которые принимаются в каждом на своем рабочем месте ежедневно, в гибких, по крайней мере, методологиях и в командах, работающих по Agile, решения эти более взвешенные, они зачастую более оптимальны, или как минимум вопросов возникает больше, и это уже неплохо. То есть знать проблему, узнать, ради чего мы это делаем, соответственно, принимать более оптимальные решения локально. Если хотите, я потом расскажу вам про все 10P, либо загуглите, я буду здесь и сегодня, и завтра. Почему я говорю, что наш процесс обеспечения качества бережливый? Потому что, учитывая вот все, что рассказывала вам выше, мы избегаем сверхобработки, то есть мы не полируем до дыр, то, что уже хорошо блестит, достаточно, мы не изготавливаем слишком много, мы не релизим 10 фичей и не разрабатываем их полгода, а релизим каждые 8 минут кусочками и получаем фидбэк, очень быстрый, который направляет нас в дальнейшие разработки. Мы сокращаем время на ожидание конфигурации тестового инвайромента и так далее, а также на воспроизведение багов, потому что продакшн, он как бы продакшн и у QA, и у разработчика, и работает на моей машине, не работает уже. Мы сокращаем время на конфигурацию, конечно же, и потенциал, waste of potential по лину, потому что, да, бережливость, это про Toyota, точнее, в доимственном оттуда, когда QA не очень-то сильно прогоняют регрессию руками, а автоматизация на определенном уровне, и когда QA может посмотреть репорты о реальных кейсах использования по результатам обэта-эстов, например, когда QA вовлечены в более комплексные, более серьезные, более сложные задачи, ну, как-то мотивации, что ли, больше, и такого ощущения себя обезьянкой, которая клацает на кнопочки, меньше. По крайней мере, так кажется. Эти два мальчика — это мои дети, они близнецы. Это шутка, да, конечно, но, тем не менее, экспериментировать в жизни тоже полезно, важно и интересно. Я надеюсь, вам было интересно. Я рада ответить на ваши вопросы, и у нас еще есть сколько-то минут. Вот, давайте, ребят, вопросов столько. Попью воды, все, вы отвечаете. Спасибо. Ой, хорошо, давайте вопросы и параллельно уточки. Давайте, молодой люди, пожалуйста, я не знаю, микрофон, наверное, нужно. Да, давай, конечно. Если вы понимаете, что ваш эксперимент прошел успешно, то есть метрики улучшаются… Или хотя бы не ухудшаются, потому что… Или хотя бы не ухудшаются, но появляется… И у вас есть пользователь, которого, в принципе, весь ваш функционал устраивал в старом виде, и он просит вас вернуть, так как раньше было лучше. Что вы делаете в этом случае? Для конкретного пользователя звучит немножечко, конечно, абстрактно. Ну, какой-то пласт пользователей, который говорит, что там раньше было лучше, вот верните, как было. Это, конечно, решение не QA, это решение продакт-менеджмента и такого стратегического какого-то характера. Тем не менее, возможность техническая есть. Я не помню таких случаев, чтобы на конкретного Василия и Алексея взяли и откатили обратно. Если фича разрабатывается, то в ней есть какой-то интерес у менеджмента компании. Для чего-то мы это делаем. Возможно, это апгрейд для будущих изменений. Возможно, это то, что приносит нам какую-то выгоду тайную. То есть технически, да, это возможно. Практически я не помню. Вот, ну, нет, не бывало. Да, ну, не я решаю. Здравствуйте. Как происходит у Вас формирование гипотез для АБ-тестов? Откуда они берутся? Откуда они вообще исходят? Продуктовые идеи рождаются у продукт-менеджеров, конечно. После этого они присаживаются рядом на кухонке с аналитиками и обсуждают, какого образа KPI снимать и какого образа exposure event. Это так называется. То есть что произойти должно на сайте, чтобы начался эксперимент. Например, я нажимаю на кнопку sign up, и вот после этого эксперимент начался. Они обсуждают sample size, количество людей, какое нужно вовлечь. Они обсуждают всякие метрики и формулы для просчета, я, если честно, не очень уже помню это из мат-статистики. Ну, в общем, аналитик и продукт-менеджер — это те, кто просчитывают, что мониторить во время прохождения тестов, и как долго и на каком количестве людей. То есть если вы хотите, то вы решите, у вас они не стоящие. А продукт-менеджер? Да, 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 да. Это как функцион... Ну, команды, насколько могут влиять на выстраивание продукта и фидбэк свой давать? Конечно, настолько они нужны. Но у каждого своя работа. Кто-то придумывает что, а кто-то делает. Потом это реализовывает жизнь. Да, у меня вопрос. Вы много делаете экспериментов, мы тоже. И вопрос такой. Чтобы сделать какой-то эксперимент, нужно сделать, возможно, какие-то большие архитектурные изменения иногда. Но его нужно выкатить быстро, и эти изменения не делаются. То есть выкатывается в каком-то виде, а дальше этот эксперимент оказывается успешным. И по идее надо бы этот код привести к нормальному виду, возможно, покрыть его тестами, от юнит до функциональных, инфраструктурных или каких-либо еще. И делаете ли вы это вообще? Как это делаете? Не обрастает ли код костылями из-за того, что вы идете через эксперименты? Ну, если я скажу, не обрастает совсем, конечно, никто не поверит. Везде есть какие-то технические, технический долг какого-то рода. Тем не менее, изменения, не несущие функциональные нагрузки, но которые нужно тоже проверить, проходят через так называемый defensive test. Когда выстраивается AB-тест, и мониторинг ведется не в плане улучшения показателей, а в плане того, что не стало хуже. Если не становится хуже, и архитектурные внутренние изменения, апгрейд фреймворков, рефакторинг, убирание костылей не сделало хуже другим, всем соседям, всему продукту, то тогда через время, опять же, определенное, как только тест заканчивается, он заливается, и изменения функциональные уже базируются на новом коде. То есть у всех долг какой-то формулируется? Наверное, как у всех. Как минимум, из-за того, что время идет, тузы апгрейдятся, технический долг есть у всех. Но это, да, просто менеджмент. Последний вопрос. Последний. Привет. Спасибо за доклад. Спасибо. У меня такой вопрос. А нет ли здесь какого-то парадокса наблюдателя? Потому что AB-тест, когда запускается, человек, который пользовался уже этим сайтом, он, например, видит какую-то чужеродную кнопку другого цвета, понимает, что что-то пошло не так, например, видит другую форму, вернулся назад, оборвал цепочку, то есть вы уже результат немного смазали. Он начал ее снова. Или если человек, например, объясняет пожилым родственникам, как создать сайт на Виксе, а там кнопка другого цвета, и у них уже все пошло не так. Как такое обрабатывать? Есть такая возможность управлять аудиторией не только для внутренних каких-то систем или основываясь на локации. Для пользователей, которые уже существующие, очень серьезные UI изменения заливаются, только если люди просят этого. Если же изменения серьезные, и человек может быть очень сильно поставлен в тупик тем, что произошло, на таких пользователей не закатываются такие эксперименты, только для новых, вновь пришедших, только зарегистрированы. То есть вы их мониторите, пользователей, да? Конечно, конечно. Ну, то есть это возможность тоже управления аудиторией. Только для новых мы делаем этот функционал и показываем эксперимент для них, только если они не залогинились или залогинились, и они для нас вновь пришедшие. Либо для старых, если это какой-то импровмент. Коллеги, давайте поблагодарим Екатерину. И все вопросы можно будет задать в дискуссионной зоне. И все вопросы можно будет задать в дискуссионной зоне.